I have ways of blowing things up Если я правильно понял Очки уважения у нас обнуляются При повышении деньги у нас остаются Как и долги Поэтому 12 этаж Путь наверх Расследование Первый этаж На повышение То есть пока что Единственное что мы провалили Это вот страсть Донга на первом этаже Которая нам давала бы 1000 Но по сути нам это уже Неважно выходит Теперь Из коллег Что мы про кого знаем Тут ничего не знаем Ну в смысле нового Минутка Он у меня теперь считается устраненный Видишь За него мы можем получить 150 Снял заявку на повышение Больше не конкурент Про этого еще 50 Мы можем получить Про нее арестовано Не стоит надеяться На оправдательный приговор За него еще можем получить 25 очку Мне кажется С механиком Можно было бы Что-то как-то больше И вот Нет знаете что Я так полагаю Что те Ну скажем так Механики Механики игры А не механики люди Те аспекты игры Которые у нас не затронуты Остались Я так понимаю Что они у нас были Касательно Наших двух других коллег То есть на каждого Нашего коллегу Есть хорошие исходы Плохой исходы Вот например На толстого Тони Мы завершили На хороший исход Он у нас ушел Мы ему помогли Мы сделали за него Всю линейку квестов Получил ачивку я Кстати за то Что я его спас Поехали на повышение Все Поговорим уже Я даже Черт Я даже не могу позвонить Нет Ну это бред На самом деле Я доработался Я забыл Что на звонок Нужно 15 минут Хорошо 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 Я вас понял Я забыл Что на звонок Нужно потратить 15 минут Ай Какой Ну пойдем Пойдем домой Просто я такой думаю Сейчас я отработаю У меня же есть целый день Сейчас я отработаю Заплачу счета Ну и в смысле Пойду на повышение Чтобы не тратить Просто так деньги Посмотрим сколько Я сейчас счетов заплачу Надеюсь они не будут Какими-то там Ужасными Страшными Я не помню сколько Я за сегодня заработал Где-то 5 сотен Сейчас Два новых счета Давайте небольшие Пожалуйста 270 Ладно Я за сегодня все равно Заработал больше Поэтому Окей Давайте Может быть Тогда Я даже Вокруг дома Пройтись не могу Я могу пойти Кехлеру Нет Повышение Я тоже Не могу получить Сейчас Получается Так Набрать номер Архив Набрать номер Каннинге Ничего По телеку По телеку У нас тоже Ничего не будет Блин Вот это я сейчас Конечно Знатно Прокатился На том Что Оставил себе 5 минут Надо было Оставить 25 минут Конечно же Кто знал Все Поехали спать Идем на следующий день Квестов у нас больше никаких нет Приходим и сразу звоним На повышение Жалко Я потрачу 15 тысяч всего лишь на повышение А еще Сколько получается 13 тысяч Не 13 8 тысяч 8 тысяч Идут в трубу Тут у нас ничего То есть 8 тысяч Очков Экспы Я вроде Потратил Очки Экспы Везде Где только Можно было У Торговца Потратил Второй Торговец У меня тоже Открыт Вроде Нигде Они больше Не нужны Как только Я получу Повышение Я смогу Получить Сколько там 200 200 с чем Очков Экспы Просто Сдав Информацию О старых Коллегах Я надеюсь Это сработает Все Звоним На повышение Они Служб доверия Перенять Участие В конкурентной Среда Конкурентный Четверг Подать Заявку Отлично Работали На благо Странный Мудрый Вощ Видит Это И в рамках Программ По увеличению Нагрузки Для отличных Работников Вы будете Повышены Да Я тут Все Закончил Восходящая Звезда 25 Очивочка Открыта Вас повысили На 25 Этаж Ну что ж Невозмельчитель Уже Хорошо Я могу Получается Прямо Сейчас Поехать Или Это Только На Следующий День Будет Работать Это Только На Следующий День Будет Работать Знаете Тогда Что У меня Нолечко В Иксп А А как Тогда Работать Я тут Уже Не могу Видите То есть Да Это Была Как раз Та фишка Что Нужно Работать Да Я Уже Я Даже По рабочим Вопросам Не могу Сюда Позвонить Сейчас Еще тут Пошатаюсь Конечно Пошарашусь Но Я Не знаю Что Еще Можно Будет Такого Найти Так С тобой Поговорить Торговать Взлом Ну Мне Вроде Не надо Закончить Разговор Немножко Немножко Неуклюже Получилось Жаль Стол Я Даже Компьютер Взломать Больше Не могу Ну Так Тут Тоже Ничего Нет Ну Тогда Все Я Не вижу Никаких Причин Идем Еще Раз Домой Еще Раз Спим Еще Раз Платим Счета Блин Обидно Просчитался В такой Маленькой Мелочи Ведь Можно Было Ну То есть День Впустую А каждый День У нас Приходят Счета Получается Изо Вчера Просто Так Заплатил Счета Сейчас И приду Домой Опять Просто Так Заплачу Счета Там Было 270 Посмотрим Сколько Сегодня Мне Придется Выкинуть День Впустую И закрыли Мое Рабочее Место Я же Говорю Я даже Поработать Не могу Я думал Этот День Хотя Б Отобью Тем Что И тут Тоже Ничего Красота Ладно Хорошо Радует То Что У нас Есть Три Запрещенных Предмета У нас Есть Часы У нас Есть Деньги У нас Есть Лекарства Это Может Нам Понадобиться В борьбе С С Этими Ребятами Со Следующего Этажа Но Как Мы Знаем Что Повысится Джеймс Это Эван Слушай У тебя Я получил Повышение Мы Перевели На 25 Этаж Я Не Сомневался В тебе Ни Секунды Молодец Еще Немного И ты Окажешься На самом Верху Бери Разработку Следующего Начальника Познакомься С ним Войди В доверие И найди На него Что Нибудь Или Просто Наплюй На Все Убери С 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 За Пассивное Курение Что Ты Сдох Тварь Налог За Пассивное Курение Ну То 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 Люди Рядом С тобой Курят Значит И ты Куришь А Если Ты Куришь Из Тебя Не Берут Налог Как Это Да Получается 660 270 Ой Блин 930 В Никуда Почти Штуку Просто Выплюнул Из-за Одной Маленькой Ошибочки Так Печально Сейчас Ладно Едем На Девят На Двадцать Пятый Этаж На Девятый Этаж Чего Это Про Девятый Этаж Итак Выше Только Звезды Получить Повышение Осталось Совсем Чуть До Самого Верха Карта Карта Только В Министерстве Работает Теперь Найдите Компромат На Исаака Вайнберга Да За Сдачу Наших Коллег Нам Дают Десять Штук За Сдачу Начальника Дает Еще Десять Штук Повышение Будет Стоить 15 Штук То есть По сути Можно Можно Взять 5 Штук И Выполнить Одно Задание Или Можно Выполнить Оба Задания Как мы Делали До Этого То есть До Этого Мы Устраняли Все Коллег И Начальника На Первом Этаже Потом На Двенадцатом Этаже Посмотрим Что Будет На Двадцать Пятом Опять Придется Воровать Опять Придется За Это Платить Это Все Печально Что Они Эта Штука Привозит Сюда Посетители Смотри О Привет Тепер Или Недавно Этаж Эван Родлик Точно Эван Эмилия Надеющая Фамилия Вайс Стоп О Кстати Про Вернера Ничего Не Узнали Хорошо Сейчас Сейчас Понятно Ты же знаешь Чем мы тут С тобой Занимаемся Нет Что Никто Ничего Не Сказал Нет Вообще Ни разу Не Слышал Что Будут Проводить Инструктаж По Переводу На Новую Должность Зараза Ну В общем У нас Тут Клоны Это Я Понял Я Думал Это Сюда Посетители Сначала Ой Что За Клоны А Потом Посетить Ладно Ну Вот И Ты Будешь У них Загрушать Там Ерунду Всякую Настраивать В общем Чтобы Они Не совсем Дураками Были И могли Работать Все Руки В общем Вот Твое Рабочее Место Думаю Разберешься Что К чему Не 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 Поможешь Я Договорил С Уборщицей Семь Сто Этажа Она Мне Борейский Маникюр Сделает Как Думаешь Что Мне Интересны Твои Клоны Или Мой Маникюр Сложный Вопрос Наверное Сложный Пойдем Семь Семь Этаж Подумай Над Ответом А Подумаю Над Ответом А ты Приступай К работе Поговорить О Коллегах Ты Мне Мне Скаж Честное Слово Они Тут Все Чокнутые Мне Кажется Почему У них От Науки Шарики За ролики Заехали Я На Днях Платье С Декольте Надел Никто Даже Не Заметил Министерство Ты Попала Ну Надо Мне Где-то Работать Хотя Кому Надо Зачем Меня И так Все Устраивало Как Здесь Оказалось Папочка После Института Устроил Сказал Что Работа Непыльная Что Я Справлюсь И Как Я Тут Месяц Всего Пыли Правда Нет Справляешься Я Жене Дурочка Личная Жизнь Пересмотрел Жениха Себе А Ты Женат Да Расслабься Это Не Ввоем Вкусе Просто Все Такие Умные Жить Просто То Не Умный Не Не Обижайся Пупсик Просто Я Чувствую Себя Самой Глупой А Это Не Так Я Витя Не Виноват В том Что В Институте Оценка Автоматом Поставят Заняться Саморазвитием Это 500 Будет Но У меня Пока Что Нет Потом С Не Поговорю Про Это Я Тебе Понял Про Личную Жизнь Это Мы С Зовут Эван Меня Недавно Сюда Перевели Вот Хожу Знакомлюсь С коллегами Меня зовут Стивен Токинг Стивен Хокинг Блин Обо Всем Сериал Наверное Что Про Медицину Думаешь Если Инвалид То Сразу Про Медицину Мне Больше Фантастика Нравится Квантовый Кач Стивен Хокинг Смотрит Про Квантовый Скачок Например Очень Уважаю Там Хотя бы Геморрой Цитатами Вождя Не лечит Понял Про Семью Почему Спрашиваешь Принято Говорить Про Семью Погоду Работу Слушай Тут На Осом Считаю У меня Двойной План Поработать Так Что Некогда Мне Болтать Про Семью Работу Погоду И Прочие Глупости Хорошо Про Клоны Давай Поговорим Клоны Это Люди Клоны Это Клоны Местная Болванка В которую Мы запихиваем Мозги Разве Люди Не болванки С мозгами Ты Быстро Ображаешь Но Если Будешь Жалить Клонов Долго Тут Не Проработаешь О Коллегах Могли бы Рассказать Про Коллег Про Кого Ясно Про Этаж Я Не Не Думаю Что Цел От Министерство От Дали Под Клоны Ну Так Ведь От Наш С Будущее В Смы Клоны Потом Заменят Тебя Меня И Всех Кто Работает Министерстве Тебя Это Не Пугает Я Надеюсь Что Случится После Моей Смерти А Пока Что Я Просто Занимаюсь Наукой Ну И Как И все тут Хорошо Да Встречи Смотрит Квантовый Качок С ним Можно Будет Подружиться Место Можно Взломать И Всяк Так Охранник Говори Про Работу Чем Тут Занимаетесь Не Твое Дело Логичнее Что Аж Некуда Я Оливер Вертинский Смотритель Главного Терминала Про Терминал Настоящее Чудо Ты Знаешь Что Я Принимал Участие В Разработке Почти Каждой Модели Погодите Там Что Карл У Него Этот Человек Да Винчи Это Это Карл Штейн Нет Не Знал А ты Можешь Рассказать Про Них Подробнее Теперь Слушайте Это Все Объясняет Ведь На Замену Каждому Из Работников Приходит Карл Номер 100 Какой-то Карл Номер 100 Какой-то Каждый Раз Когда Мы Убирали Наших Этих Сотрудников На Замен Приходил Просто Какой-то Безмозглый Карл Номер Такой-то Это Это Все Клоны Карла Штейна Это Сколько Угодно Что Так Про Разнообразие Моделей Зачем Так Много Разных Моделей Терминалов Не Проще Было Поставить Везде Одинаковые Одинаковые Каждая Модель Предназначена Для Определенных Целей Настроена На Определенного Сотрудника С Определенным Уровнем Доступа Это Тени Шутки Зачем Так Это Было Про Защиту Защиту У них Есть Естественно Физическое Внутреннее Несколько Уровнев С Перепроверками Ложными Ложными Данными И даже Что я тебе Рассказываю Я же Книгу Написал Про Это Хочешь Почитать Конечно Держи Раритет Единственный Экземпляр Такой Только У меня И у Вождя И ты Мне Отдал Эту Книгу Самолюбие У тебя Величины С Планету Про Дизайн Дизайн Разработки Разрабатывал Настоящий Гений Гений Знаешь Что-нибудь Про Иваниту Чикуриту Первый раз Слышу Это потому Что ты Мракобец И не разбираешься В искусстве Формы Не ценишь Красоты Материального Мира Про Докинга Наберут По Объявлениям Состановок Всяких Убогих Нам Расхлебывают В каком смысле У каждой Ну какой Из него Ученый Работает По квоте Для инвалидов А если Будет Много Думать Ему Его Удар Хватит Вообще Не понимаю Что он Тут Делает Уступай Все Крайне Интересно Я Завод Эван Работаем Там Тоже Месте С вами Мари Мари Кюри Так Что Он Что Очень Приятно Извините Сама Такая Убстительная Раз Не Понимаю Не Говорит На Нашем Языке Стран Как Она Тут Выживает Другое Дело Что Она Тут Делает Если Она Не Говорит На Нашем Языке Так Ты Дружище С тобой Я Еще Не Говорил Я Эван Недавно Тошности Да Ты Ученый Или Обслуга В смысле Обслуга Понятно Значит Обслуга Так как Тебе Придется Работать Со мной Я Готов Потрать Немного Своего Друга Самого Времени Объяснить Тебе Для Чего Я Тебя Хочу Подожди Начну Главное Меня зовут Доктор Гораци Нилпорт Мне 20 Я Здесь Главный Гений После Вайнберга Я Тут Главный Администратор В научных Вопросах Просто Главный Я Понял Вы Главный Да Это Обслуга Я Главный Окей Обо Все Про Сериал Верите Моам Тоже Требуется Отдых Но Всякая Пошлость Типа Любви Перестрелок Меня Интересует Я Смотрю Эффект Шредингера Про Ученого Который смог Раз двоится Чтобы стать В два Раза Эффективнее Ага О клонах Почему клоны Одинаковы Потому что Нам ученым Без разницы Как выливает Чашка Петри Нам важно Что происходит В свое время Вайнберг Принял Мудрое Решение Оптимизировать Затраты На внешний Вид Засредоточил Мое внимание На улучшение Содержания Что это значит Это закрытая информация Да Ты не поймешь Что наши Научные дела Про коллег Коллег У меня один Вайнберг А остальные Так Младшие Научные сотрудники Докинг И обслуга У меня Два Ушка Образования И степени Доктора По биологии Медицине И анатомии Но я не понимаю Как инвалиды Могли принять Наработать Беречь Идет Создание Совершенного Человека С мозгами Вроде Все в порядке Что он может Принести В совершенство Злоба За своего родства Не понимаю Так Кури Это был Не приказ Я вообще Не понимаю Зачем ее Тут держат Научный язык Конечно Универсальный Но она же Женщина А что там Плохого Даже если бы Ее кто-то Понимал Я с ними Что она Внесла бы Вклад В научную Мысль Этаж Почему решили Что я обслугу Этаж Люди Делятся на ученых И обслугу Ученые Творят обслугу Лишь копируют Их открытие И помогают Совершать новые Я думаю Тебе не надо Объяснять Кто важнее Или Надо Семья Наверное Гордиться Вами Они бы гордились Если бы не были Такими Заносчими Мой отец Получил всего лишь Малую Медаль Вождя За науку У меня Между прочим Большая медаль Государственная премия Кубик лучшего ученого Прошлого года Когда я указал Ему на то Что он объективно Глупименен Перестал с вами Разговорить Поэтому Теперь я живу В закрытом Общежитии Для гениев Интересненько Хорошо Всем же пофиг Что я ломаю Да? Ну то есть Все нормально С этим Давайте Давайте Сначала Взломаем Так Почта Данный Циркуляром На основании Директивы Номер Такой Это Отменит Действие Циркуляр Такого Проложающего Согласить Приказа Вождя Такого То О циркулярах Директивах Приняк Сведения Об Исполнении И Доложить Офигенно В минувшие Выходные Наши Победоносные Войска Развернули Решительные Наступления По всем Направлениям Продвинулись На значительное Расстояние Враг Сломлен И геморализован Его солдаты Бросают оружие И сдаются В плен Чтобы Нанести Последний Решительный Удар Вождь Призвал Всех Кто остался В тылу Отказаться От выходных И направить Часть зарплаты В фонд Войны Однако Фотографии Цветы Премия Какая-то Интересно Ну давайте Покопаемся В столе Но Воровать Я пока что Ничего не буду Блин А мне это надо Это И товаровство Дважды Погодите Так Ребят Я Извините Но я Немножко Загрузился Потому что Это Ну это Был Полнейший Бред Нет Засчитали Воровство Дважды Так Ладно Я получил Книжку Все таки Ну то есть Я сделал Все то же самое Поговорил Получил Книжку Работа Терминалом Том-4 Новый Навык Взлом Терминалов Ракета Это Мне необходимо Будет изучить Дома Я не знаю Сколько Времени На это Потрачу Ладно Дружище Теперь С тобой Поговорить О коллегах Вот Теперь Можно Поговорить Про Кури Что Ходит ли Печет По своему Ничего Непонятно Говорят Она была Крупным Ученым Себя В стране От нашей Разведки Ее умыкнуло Правда Толка От нее Ноль Почему Говорю Никто Понять Не может Что она Там Пормочет Переводчик Администер От Хорошо Ньюпорт Никогда Не Понимал Этих Вундеркинда Я слышу Что у него Акью Космический А посмотреть Как он Работает Просто Дурак Дурак Я Тебя Понял Хорошо Сейчас Мы Сначала Тогда К тебе Вломимся Я Буду Смотреть Что В столах Брать Пока Что Ничего Не Буду Я Повелся На То Что Сейф Это Квестовый Предмет И Мне Не Засчитают Быстро Печать На Всех Это Я Заберу Одно Воровство Одно Но Потому Что Мне Это Нужно Я За Него Заплачу Официальный Штраф Хорошо Квота Срочно Предсправку Об Инвалидности В случае Непредоставления Заверенной Справки Ваша Квота На Работу Инвестерства Будет Аннулирована Ах Ты Мелкий Ясно Министер Социальной Заботы Объявляет О Проведении Ежегодной Лотереи Которой Будет Разыгран Место Для Могил Три Четвертого Центрального Кладбища В лотерее Может Участвовать Любой Гражданин Планирующий Умереть В ближайшие 12 Месяцев Приз Не Может Быть Продан Или Передан Другому Человеку Ваша Комфортабельная Могила Ждет Вас На фоне Каких-то Заводов Посмотрим Ладно Я все-таки Согласился На это Чертово Воровство Но Книжки Здесь Упускать Нельзя Это Слишком Важно Стой А я Поговорить С тобой Могу Про то Что У тебя Квота Истекает То есть У нас На него Есть Инфа Но Ладно Он Резко Передумал Идти В свою Кабинку Потому Что Я Начал Ее Взлоб Как Не Могу Дисковых Замков Я Понял У него Очень Крутые Системы Я Понял Видимо Мне Вот Эти Дисковые Замки С Терминалом Тиракета Взлом Кодовых Замков Как Интересно Сейчас Это Кури Выйдет На Перерывчик Я Очень Надеюсь Давай Нет Сдать Давайте Тогда Дальше Пройдемся Видите Карл 2000 Какой-то Карл 2000 Какой-то Карл 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 Обыщем Эту Тележечку Взлом Дисковых Замков Здравствуйте И это Не воровство Кстати И это Не воровство У нас Есть Три Книги Которые Нам Надо Изучить Времени На Это Уйдет Просто Чертова Гора Там Каждую Книгу Придется Учить И Учить 13 С 21 Еще Два Лежат У чуваков В столах Мне придется Когда-то Это все Украсть Карл Так К тебе Можно Постучаться Пойдем Хоть Познакомимся Может Квест Получим Стол С чертежами Невозможно Подойти Тумба Невозможно Подойти Незнакомец Возможно Подойти Ты у нас Наверное Будешь Да Здравствуйте Я вам Здравия Редгриф Недавно Повышенно Перейдем На этот этаж За Заслуги Или За Авторитет За Заслуги Это Правильно Всякое Существо Должно Оцениться По его Деяниям А не Объективным Впечатлениям Согласны Наверное А вот Это Неправильно Человек Не должен Сомневаться Занимая Правильную Сторон Верно Да Ты быстро Учишься Так что Давай Познакомимся Исаак Вайнберг Хороший друг Твоего отца И главный Здесь На этаже Сначала Обо всем О клонах А о чем У нас столько Клонов Странный вопрос Эван Где ты еще Найдешь столько Работспособных Мужчин Для нужды Экономики У нас Между прочим Война идет Ну да Так Отправляли бы В солдаты Клонов А не людей Ты знаешь Сколько стоит Производство Отного клона Терять люди Гораздо Дешевле Про этаж Как вы Оказались На этом этаже Я не оказался Я создал Это А все что ты видишь Вокруг Мое детище Моя жизнь Я знаю каждую клетку В каждом клоне Я знаю Каждого Карла В лицо Признаюсь тебе Иногда я даже Прихожу сюда Поговорить с ними Отвечают? Нет конечно Мне неприятно Сидеть в тишине И думать О лучшем мире Управление исследований Я сейчас Готовлюсь К выпуску Нового поколения Клонов Нам удалось Устроить Почти Устранить Почти Все ошибки Предыдущих Версий Остались Какие-то Мелочи Вроде И кот И щекотки И любви Котик Парадоксально Факт Все Карлы Просто обожают Котов И мы никак Не можем С этим Справиться Ну что ж На будущем Какой товарищ Такой-то Клон Действительно Сделает Наше будущее Лучше Конечно Ты как думаешь Все что Есть плохого В вашем Обществе Сейчас Созданной Людьми Лень Злоба Агрессия Любовь Когда Любовь Вмешивается В выполнении Плана По работе Конечно Плохо Мы наполняем Мир Идеальными Созданиями Когда их Будет Достаточно Много Люди Поймут Насколько Это прекрасно Жить В идеально Продуманном Мире Что произойдет Потом Есть Тому Времени Что Разовьется До того Чтобы Добровольно Уступить Эту Планету Клонам Но до Этого Момента Эван Нам еще Работать И работать А об Отце Знали Отца Да Мы были Близки Скали Для Два Гения Два Научных Светила Для Светлых Ума Светил Ну ладно Короче Конечно Нам было И о чем Поговорить И о чем Поспорить Он частенько Забегал Ко мне Посоветоваться И никогда Не отказывал Может вы знаете Что с ним Произошло Знаешь В последнее Время Твой отец Был слишком Задумчив Я бы даже Сказал Упрямым Может быть Он понял Что его Способ Исправления Реальности Не так Хорош Как мой И не смог Это принять Его Способ Да Извините Произвать Не положено Ясно Что ты хочешь У меня Для тебя Будет важное Задание На тебя Можно Положиться Сделай Что смогу Товарищ Вейнберг Ты знаешь На этом На этом Мы Починяем Природу Себе Переделывая Человеческую Натуру По Своему Разумению Ты наверняка Спросишь Зачем Зачем Потому Чтобы Исправить Ошибки Конечно За время Эволюции В людях Накопилось Столько Генетического Биологического И социального Мусора Что продолжить Поощрять Хаотичное Развитие Человечества Уже Невозможно Мы же Не можем Это повлиять Ошибаешься И вот именно С этим Связано Твое Задание Мы научились Дистанционно Стимулировать Отдельные Участки Мозга Вызывая У Рецепиентов Нужные Нам Реакции Отдел РГТ-9 По заказу Министерства Патриотизма Разработал Портативный Излучатели Тебе нужно Установить Их В Министерстве Что Блин Расспросить Что за Излучатели Побочная Разработка От нашего Стоим Отцом Основного Проекта Работают На физиологическом Уровне Стимулируют Патриотическую Железу И вырабатывают Выработку Адреналина Патриотическая Железа На Есть такая Потом покажу Министерство Решило Добавить Случшим Любовь К родине И работоспособности Так Можно Я вам Я же говорил Мы пришли к кому-нибудь Когда можем Исправлять Ошибки Природы Их В человеке Очень много Не да Можно Тут Все Какая Безопасность Воочем Людям Это полезно Они стали Ленивыми И забыли Кто делает Их Жизнь Счастливее Истан Процедура Обработки Требует Чтобы Рецепент Определенное Время Находился В зоне Действия Излучателя Поэтому Излучатели Патриотизма Нужно Разместить В статуях И бюстах Вождя Нам Как раз Хватит Времени Процедур Пока Люди Будут Салюта Да Понятно Вылечить ли Работоспособность Надо поставить В местах Скопления Людей Торговый Автомат Места Приема Пищи Питьевые Фонтанчики Служебные Телефоны Примерно Понял Нашем Эташе Стоять Не нужно А тут Так Все Хорошо Работает Не все Понятно Разве Приступать Вот Излучатели Где Какие Походы Разберешь Тут Больше Чем Надо Остаток Вернешь После Установки Исаак Исаак Полезное Действие Излучатель Патриотизма Установлено Три Усилители Рабоспособности Установлено Восемь Само Обучение Подготовить 10 клонов Ну-ка Приступим Так Полезное Воздействие Хорошо Мне что-то Нужно Делать По деньгам Потому Что Долго Работать Я не Могу Нет Иди Посмотрите Пока Что Значит Терминал Нашего Вундер Крысеныша Я пока Что Взломать Не могу Сюда Я лезть Тоже Не буду Там Только Сейф Это Я помню Который Я получу Как-нибудь Потом Почитаю Твои Письма Мы Это Уже Так Что С вами Читали Посмотрим На Фоточку Вот Она Все Валим Отсюда На выходе Мне Придется Заплатить Штраф За Одну Украденную Вещь Надеюсь Этот Штраф Не сильно Большой Будет Я еще Попрошу 10 дней На его Выплату Ну Пойдемте Посмотрим Что у нас По работе Новое Письмо Обновленная Энциклопедия В связи С разоблачением Борейского Шпиона Алонсо Кориозо Редакция Большой Патриотической Энциклопедии Рекомендует Изъять Из Тома Из 5 Тома БП 21 22 23 Страницы А также Портрет Кориоза Вклеенный Между 23 и 24 Страницами Взамен Вам высылают Страницы С новым Текстом Ясно Понятно Пойдем Поработаем Терминал Борщевик Воздействие Наличность Генетика Кушер Купить За 30 Минут Так Информация Клонами Будущей Нашей Страны В Министерстве Постоянно Нужна Новая Рабочая Сила Ваши задачи Подбирать Под профессии Подходящей Личности И загружать Клаб Выберите Профессию Используйте Воздействие Чтобы Характеристики Личности Максимально Совпадали С характеристиками Профессии Можно выбрать От 1 До 5 Воздействий Оцените Совпадение Профессии И личности Свет Характеристики Показывает Степень Совпадения Зеленый Полный Совпадение Желтый Частичное Совпадение С отклонением На 5 Палов Так Погоди Акушер Выносливость 40 А Я понял Это мы набираем Это мы набираем То есть есть Генетик Блин Да вы что Это сложно Нет Ну я понимаю Что это сложно Генетик Акушер Машинист Промышленный Альпинист Ну то есть Я просто смотрю На тех Которые Хоть как-то Сбалансированы Потому что Подбирать Под это Очень сложно Допустим Так У нас сразу Попадает Так Интеллект Пятнашка Патриотизм Два Царик Вот Неплохо Теперь Нам не хватает Патриотизма Силы Интеллекта Минус творчества У нас есть Интеллекта 55 Его слишком много Блин Нужно вот так И вот так Его наоборот Минус нужно делать Вот так Теперь Нам столько Интеллекта Не нужно Творчество Еще можно У нас Плесня из 15 Мне такое Не надо Силы Надо Докинуть Нет Вот эти Два Были Ошибкой Силы Не хватает Творчество Перебор Патриотизма Еще 5 Где-то Надо Хоть Минус 5 15 Творчество Много Силы Не хватает Вообще Не сбалансирована Какая-то штука Получается Черт с ним Все, ребят Давайте На этом Заканчивать Начнем Следующую серию С этого момента Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра Бобра Все молодцы И всем Пакеда Субтитры 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 Субтитры